Мур, привет друг, это Зверько. А это видео будет посвящено атакующим предметам и будет полезно для новичков, которые только пришли в игру и пока путаются в закупке и формировании билда. У опытных игроков уже свои тараканы в голове и они прислушиваются к ним, а не к Зверько. Главное правило предметов. Свойство с пометкой уникальный пассив не складывается у одного и того же предмета. Это значит, закупись ты хоть шестью злобными рыками, у тебя не будет проникновения более чем с одного предмета, закрепи у себя в голове. Итак, пойдем по нарастающей физической атаке. Говорящий с ветром. Добавляет физической атаке 0, но есть плюс 40% к скорости атаки, плюс 20% к скорости движения и бонусом плюс 10% к шансу крита. Пассивка шарахает противника магическим урона. На данный момент пассивку чуть усилили и урон от нее хотя бы стал ощутимее, но сам предмет берут для увеличения скорости атаки и скорости бега. Говорящий с ветром не заменяет полноценно ботинки. Они дают плюс 40 к скорости бега. Но если хочешь быстрее бегать и быстро бить, говорящий с ветром твой выбор. Ветер природы. Плюс 10 физической атаки, плюс 25% к скорости атаки, плюс 15% физический вампиризм. Пассивка. Короткая неуязвимость в 2 секунды для стрелков и крайне короткая для всех остальных героев. А обычно предмет берут стрелки для защиты от физической атаки, которую надо ловко пережить. Ульт хайбусы или первый выстрел ваншотера стрелка у противника. Важная вещь. Это активируемый предмет. То есть ты должен будешь нажать кнопку этого навыка, чтобы он сработал. Тут придется потренироваться в использовании и предугадывании атаки противника. Ветер природы берут по ситуации и обычно в сборках его не увидишь. Но порой даже легенды и ракомифы забывают его купить когда надо. Кстати, запомни важную вещь. Есть ограничение на скорость атаки. Если открыть статистику героя в бою и найти глазами строчку скорость атаки, то максимальная составляет 2,50. Выше этого значения скорость атаки не поднимается на данный момент. Багровый призрак. Плюс 30 физ атаки. Плюс 20 процентов к скорости атаки. И отличный показатель. Плюс 25 процентов шанс крита. Пассивка предмета. Когда срабатывает крит, получаешь бонус к скорости атаки и чуть выше шанс крита. Обычно призрак идет в пару к ярости берсерка. Очень популярный предмет. Используется практически в каждом билде, рассчитанном на критический урон от автоатак. Про криты можешь посмотреть у меня в плейлисте ML-факты. Давай прервемся ненадолго и я представлю спонсора. А спонсором этого видео является игра Raid Shadow Legends. Используй мои ссылки в описании под видео, чтобы скачать Raid себе на смартфон или ПК. Raid это мобильная RPG-коллекционка, в которой ты собираешь команду из брутальных чемпионов, чтобы враги пораскинули мозгами. Прокачивай их скиллы и артефакты, чтобы мозги разлетались дальше, а затем веди их на поле битвы с боссами и другими игроками. Ты можешь скармливать слабых чемпионов для прокачки твоих сильнейших. Давай прямо сейчас откроем несколько осколков и посмотрим на выпавших чемпионов, чтобы решить, пожертвовать их или сохранить. Участвуй в нескончаемых турнирах, соревнуйся со всем сообществом игроков в Raid, сражаясь в гнезде паучихи на плата ледяного голема со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. И еще, в мае Raid запускает патч 1.15, который откроет новые возможности для турниров на арене, вырывая очки побед у своих противников и выигрывая потрясающие награды в локальных и глобальных турнирах. Ты все еще ждешь? Качай Raid только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Сикача в качестве бонуса. Поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. И возвращаемся к гайду. Меч охотника на демонов, плюс 35 физической атаки, плюс 25% к скорости атаки. Этот меч служит цели усмирения жирных противников с множеством здоровья. Чем больше у врага здоровья, тем выше его урон. Кроме того, дает небольшой вампиризм в автоатаке. Некоторые сборки нацелены порой на максимализацию этой пассивки, когда в противниках много жирных героев. Коса коррозии. Плюс 50 физической атаки, плюс 5% скорость движения, плюс 25% скорость атаки. Коса имеет неплохой шанс для бойца ближнего боя замедлить противнику скорость бега. А для стрелков, если не купят этот предмет, это сила замедления вдвое ниже. Плюсом идет дополнительный бонус к скорости атаки. Логичнее этот предмет покупать бойцам ближнего боя, нацеленным на автоатаку. Но в настоящий момент у нас метовые, то бишь популярные герои, имеют в навыках прыжок. Поэтому предмет ситуативен. Злобный рык, плюс 60 физической атаки. Его пассивка позволяет твоим атакам игнорировать 40% от брони противника, а также игнорировать 20% защиты башни. Да, у башен есть некоторое количество защиты. Этот предмет собирается для уничтожения танков, обвешанных броней и быстрого пуша линии. А грамотный пуш это что? Это победа. Да и сам бонус игнорирования брони хорошо так увеличивает атаку. Золотой метеор, плюс 60 физической атаки, плюс 30 магической защиты и незначительные плюс 5% к вампиризму. Метеор генерирует защитное поле вокруг, когда у тебя остается мало жизни. Это внешний щит, имеет отдельный запас здоровья, метеор берется для выживания в критических ситуациях и для получения магической защиты без сильной потери по огневой силе. Ярость берсерка, плюс 65 физической атаки, плюс 25% шанс у крита. Пассивка топора увеличивает критический урон от предметов на 40% и бонусом после срабатывания критического урона увеличивает физическую атаку. Этот топор берется чаще всего вместе с багровым призраком, а в этом тандеме они дают шанс крита 50% плюс остальные плюшки. Но порой некоторые люди берут только топор в свой билд для нанесения мощного удара, хоть и редкого. Я считаю, что 25% это очень низкий шанс, если его не увеличивать другими предметами и эмблемами. Но помним, у каждого свои тараканы. Порой в некоторых сборках, где важнее физатака, чем скорость атаки, я беру два топора вместо топор плюс призрак. Золотой посох, плюс 65 физической атаки, плюс 30% скорости атаки. Пассивку в двух словах не объяснить. В общем-то он увеличивает скорость срабатывания пассива к некоторых героев и идеально подходит в пару к мечу охотника на демонов. Однако, есть большое но. Напорочь отменяет криты, конвертируя их в скорость автоатаки. На самом деле, криты навыков остаются, а вот криты с предметов переходят в скорость. Клинок 7 морей. Плюс 65 физической атаки, плюс 250 здоровья. Уникальное физ проникновение, плюс 15. Пассивка. Если ты никого не атакуешь и не получаешь урона 5 секунд, заряжая твою автоатаку на следующий удар. Этот предмет используют лишь некоторые убийцы из-за вот этого ограничения 5 секунд вне боя. Предмет не очень популярен среди других. Поскольку все время в игре ты должен или драться, или пушить, или фармить, когда играешь за дамагера, персонажа заточенного на урон. Бесконечная битва. Вот тут список внушительнее, чем у предыдущих. Плюс 65 физ атаки. Плюс 25 орген маны. Плюс 250 здоровья. Плюс 10% перезарядка навыков. Плюс 5% скорость движения. Плюс 10% физического вампиризма. Пассивка. После того, как ты применишь навык, какой-либо из твоих активных, а также регенерацию или дополнительный навык, бесконечная битва на короткое время усилит твою автоатаку. Но, в отличие от клинка 7 морей, урон будет игнорировать броню цели. Ну и получишь очень короткий бонус в скорости бега. Однако, время бонуса незначительно и редко берется во внимание. Вот это очень популярный предмет, поскольку дает очень много всего, а занимает один слот. Его роль это возмещать затраты по мане. Давать базовый вампиризм персонажу. Плюс перезарядка и пассивка, которую усиливают, собирая билд на силу физической атаки. Предмет играется так. Нажимаешь навык, нажимаешь автоатаку. И вот такой нехитрой комбинации до победного финала. Топор кровожадности. Плюс 70 физической атаки, плюс 10% перезарядка предметов. Пассивка. 20% вампиризм от навыков. Это значит, что 20% нанесенного урона навыками исцеляют твоего персонажа. Этот предмет покупается героями, которые наносят физический урон в основном навыками. Таких персонажей много и предмет, соответственно, очень популярен. Однако, если исцеление менее 50 единиц, игра его учитывает, но на экран не отображает. Помнишь, я говорил, что ограничение скорости атаки 2,50? Так вот, на момент выхода ролика, игра не позволяет ускорить перезарядку навыков больше 40%. Учти это, собирая себе билд. Когти Хааса. Плюс 70 физической атаки. Пассивка. Автоатака получает 20% вампиризма, а если герой полумертвый, то показатель увеличивается до 30%. Ранее очень популярный предмет, но его вытеснила бесконечная битва. Хотя, я думаю, сейчас его можно встретить в билдах автоатакеров, но не на высоком ранге. Удар охотника. Плюс 80 физической атаки. Плюс 10% перезарядка навыков. Пассивка. Уникальная. Плюс 15 проникновения и после 5 атак по противнику получаешь ускорение к бегу. Ускорение в целом неплохое, но имеет перезарядку 15 секунд. Однако, само сочетание. Плюс 10% к перезарядке навыков и нанести 5 ударов для того, чтобы быстрее бежать. Мало каким персонажем востребовано. Трезубец. Плюс 80 физической атаки. Плюс 25% скорости атаки. А вот это недооцененный предмет. Трезубец позволяет обрезать противнику 50% исцеления. Каждая твоя автоатака будет вешать на противника дебаф, который серьезно усложняет ему задачу выживания. В нашей игре очень многие персонажи исцеляются в бою тем или иным образом. Так вот, чтобы прекратить такое безобразие, покупаешь этот предмет и теперь противник, который злобно хохотал и собирал много вампиризма, будет грустно ждать воскрешения на базе. И, наконец, предмет с максимальной физической атакой. Клинок отчаяния. Плюс 170 физической атаки. Плюс 5% к скорости движения. Мало того, что она наголову выше уже по показателю физатаки, так еще твой герой получит бонус к атаке, если будет атаковать героя, у которого меньше половины здоровья. Конечно, этот предмет частый гость во многих билдах. Что в итоге? Как не спутать, что в предметах стакается, а что нет. Открываешь описание предмета. И левая колонка у предмета содержит не уникальные свойства. Вот они складываются даже у одинаковых предметов. А вот то, что прописывается в правой колонке, является фишкой предмета и складывается только с другими предметами. Итог. Это концентрация информации. Если нужен детальный и глубокий разбор механики предмета, добро пожаловать в плейлист ML-факты на моем канале. Зачем смотреть отдельное видео? Потому что в игре есть скрытые механики и хитрости, которые ты можешь использовать. Игра постоянно меняется и нет понятия идеального билда. Каждый разобравшись подстраивает их под себя. Мои сборки и гайды на героев тоже сможешь найти на этом канале. Подписывайся на канал, ставь лапку под видео и удачных боев, друг! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова